Исчезающие и исчезнувшие языки. Помните миф о Вавилонском столпотворении? В нем жители Вавилона решили воздвигнуть башню, которая достанет до неба, и показать этим, что они равны Богу. Из-за этого Бог разгневался на них и сделал так, чтобы они не смогли понять друг друга. А потому все строители начали говорить на разных языках. Таких мифов на самом деле немало. Например, в Африке одно из племен считает, что раньше все люди говорили на одном языке. А во время Великого Голода их поразило безумие. Они разбежались и начали бормотать себе под нос. Так что языки стали разными. А у одного из индейских племен создатель в мифах расхаживает в сопровождении койота и раскладывает по земле палки, которые потом становятся людьми, говорящими на разных языках. Очень часто во всех этих мифах разделение людей по языкам преподносится как что-то трагическое. Ведь из-за разного языка люди не могут понять друг друга. А вот филологи наоборот. Полагают, что много языков — это хорошо. И сейчас, когда мы можем потерять языковое разнообразие, лингвисты всех стран бьют тревогу и утверждают, что обязательно нужно изучать родной язык, пусть даже это язык маленького племени или деревни. Но почему языковое разнообразие — это хорошо? И зачем вообще охранять исчезающие языки? Сначала попытаемся представить, как образовывались языки в древности. Ведь сейчас новые естественные языки возникают очень редко. В основном придумываются искусственные. Итак, ученые считают, что сначала был один древний язык основы. Но люди начали расселяться, и у каждого племени стали появляться свои диалекты. Ведь нужно было называть новые предметы, которые встречались людям в разной местности. И в разных племенах одинаковым предметам давались разные названия. Наверняка у вас в семье есть какие-то слова, присказки, фразы, понятные только вам с родственниками. Или у вас и друзей есть особые словечки. А теперь представьте, что такой же процесс происходит в целом племени, в деревне или в городе. Диалекты сделали с языками. Потом расселение людей продолжилось, и у каждого языка тоже образовалось по несколько диалектов. А потом люди начали расселяться дальше, и диалекты продолжили образовываться. Закончилось дело тем, что образовались тысячи языков. Сколько их, не могут точно сказать даже ученые, потому что бывает сложно различить язык и диалект. Некоторые языки изменялись под воздействием войн и торговли, а некоторые оказались просто изолированными. Такие языки сотни лет как бы варились в собственном соку и становились непохожими на остальные. Некоторые языки получили широкое распространение из-за завоеваний путешествий. Другим повезло меньше, и они так и остались наречиями небольших деревень, отдельных племен и островов. У филологов есть такое понятие — лингвистический мешок. Это местность, где из-за особенностей рельефа жителям разных поселений трудно общаться между собой. В таких мешках каждая деревенька, каждое племя будут иметь свое отдельное наречие. К лингвистическим мешкам относятся, например, горные районы Индокитая, полуостров Калифорния, Новая Гвинея и даже Кавказ. Языков Кавказа настолько много, и они такие разнообразные, что про них даже сложена вот такая легенда. У Аллаха был мешок, в котором хранились разные языки. Разъезжая по миру, он давал каждому народу по одному языку. Но когда он объехал весь мир, кроме Кавказа, языков в мешке оставалось еще очень много. Аллах просто перевернул мешок над горами и высыпал все языки. Поэтому теперь там каждое племя имеет собственное наречие. Однако с течением времени языков становится все меньше. Люди идут по пути удобства общения. Они изучают те языки, с которыми легче продвигаться в обществе. То есть те языки, которые более широко распространены. Молодежь часто не хочет учить родной язык, считая это бесполезным занятием. И получается, что некоторые языки исчезают вместе с их последними носителями. Взглянем, например, на драматическую историю языка австралийских аборигенов Гагуджу. В 2002 году умер последний носитель этого языка, Большой Билл Нейджи. Большой Билл был воспитан в традициях аборигенов. Учился от отца и деда охотиться способами своего племени. Он жил в национальном парке Кокоду и прилагал все силы, чтобы сохранить культуру своего племени и его язык. Но в самом языке было заключено табу. Нельзя было делиться секретами племени или даже самим языком с людьми вне племени. И когда Билл постарел, ему пришлось выбирать, нарушить священный запрет или позволить исчезнуть своему языку и своей культуре. Билл переступил через табу и поделился с учеными особенностями своего языка. Но живое общение на языке Гагуджу больше недоступно. Таких драматических историй в лингвистике много. Ведь ученые полагают, что многие языки могут исчезнуть уже к середине этого столетия. И вообще около 80% языков в мире сейчас находятся под угрозой. Языки, носители которых уже исчезли, считаются мертвыми, потому что они сохранились только в словарях, каких-то записях, а в жизни на них никто не разговаривает. На территории Российской Федерации тоже есть и мертвые языки, и языки под угрозой. К мертвым относятся айнский, убыхский, югский языки. А всего мертвых языков на территории России около 20. Алиутский язык находится в критическом состоянии. А такие языки, как чукотский и карельский, в серьезной опасности. А как ученые вообще различают, какой язык уже исчез, а какой только в опасности? При организации объединенных наций есть объединение ЮНЕСКО. Оно занимается не только культурой и наукой, но и языками. ЮНЕСКО создало такое издание, как Красная книга исчезающих языков, по аналогии с животными. Более поздняя версия справочника называется «Атлас языков мира, находящихся под угрозой исчезновения». Версия «Атласа», которая вышла в 2010 году, содержит сведения о двух с половиной тысячах языков, вместе с их распространенностью и уровнем жизнеспособности. Есть несколько уровней или степеней сохранности языка. Безопасны. Такие языки не занесены в «Атлас». На них говорит много поколений, и они свободно передаются между поколениями. Это хорошо знакомые нам употребляемые языки. Русский, английский, немецкий, итальянский, польский и так далее. Уязвимый язык. Это когда дети изучают такой язык и говорят на нем, но использование такого языка ограничено. Например, на нем могут говорить только дома. К таким языкам относятся неаполитанский, идиш, белорусский. В России это чеченский, кабардино-балкарский и адыгейский языки. Взглянем на адыгейский язык. В 2010 году на нем говорило чуть больше сотни тысяч человек. Адыгейский язык использует кириллицу для написания. И в нем часто употребляется звук «ы». Даже при написании букв «г», «ры», «джи», «х». А еще в состав сказуемого в этом языке могут включаться разные приставки, место, личного отношения, объекта и так далее. Считается, что язык под угрозой исчезновения, если он не изучается детьми как родной. Это цыганский, неварский языки. В России такими являются марийский, удмуртский, карельский языки. Чем знаменит карельский язык? Он очень древний и показал себя еще на новгородской берестяной грамоте 12 века. У него есть богатая литературная традиция. Письменность карельского языка латинская. В нем распространены сочетания двухгласных, то есть дифтонги. Основное ударение в исконных словах всегда падает на первый слог. А еще в карельском языке целых 15 падежей. Правда, они не всегда употребляются. Серьезная угроза возникает для языка, когда он используется старшими поколениями и понятен поколениям родителей. Но дети его не используют. Это такие языки, как бретонский, кашубский. В России такими языками считается ижорский, крымско-татарский, нанайский. Что можно рассказать о нанайском языке? На самом деле это целая группа языков и диалектов. Они встречаются и в России, и в Китае. В России нанайский язык вытесняется русским. Очень интересно, что в нанайском языке есть особая категория, так называемые образные слова. Образные слова отличаются от других частей речи и по значению могут быть разными. Например, такие слова могут быть связаны со звуковыми впечатлениями. Слово «мэмул-мэмул» обозначает «издавая звук шамканья беззубым ртом». На грани вымирания находятся те языки, которыми пользуются частично или редко. Да и оставшиеся носители — старики. Это, например, гавайский язык. В России на грани вымирания стоят эвенгский, орокский, ульчский языки. Посмотрим на особенности орокского языка. Он распространен только в Сахалинской области России. И в 2010 году осталось не более 10 человек, которые могли на нем общаться. В орокском языке есть особые глагольные формы, которые уточняют, дополняют главное действие как депричастие. Но, что интересно, в роли таких форм могут использоваться существительные. Есть языки вымершие или условно вымершие. То есть либо живых носителей не осталось, либо о живых носителей нет никаких сведений. Это далматинский, древнееврейский языки. На территории России это убыхский, водский, кирекский языки. Водский язык раньше можно было встретить в Ленинградской области. Его стараются изучать. Организовывают даже летние курсы для желающих говорить на этом языке. Но тех, кто относит себя к народности водь, все меньше, а потому язык считается условно вымершим. Водский язык не имеет письменности. Ударение в нем ставится на первый слог, а склоняемые части речи изменяются по 14 падежам. Есть и еще одна степень сохранности языков — возрождаемые языки. Граждане и общественные организации иногда пытаются оживлять и возвращать языки. В таком статусе находится маньчжурский язык и некоторые индейские языки. Но зачем все-таки возрождать языки? И зачем нам вообще такое языковое разнообразие? Мы уже убедились, что каждый язык имеет в себе что-то неповторимое, что-то увлекательное и необычное. Каждый язык — своего рода сокровище, и потому, когда он исчезает, это трагедия. К тому же язык — это отражение мышления своего народа. Все категории, которые отражаются в языке, складывались на протяжении веков, и они показывают, как именно мыслят люди в этой местности. Ведь на иностранном языке мы мыслим уже иначе, чем на родном. А еще язык очень тесно связан с национальной культурой, обычаями народа, его традициями. И значит, теряя язык, мы теряем и часть культуры, обычаев и традиций. А теперь представьте, что будет, если мы утратим 80% языков, которые находятся под угрозой? Огромный пласт культурного разнообразия просто потеряется. Наконец, родной язык — это всегда часть нас самих. Нить, которая связывает нас с местом, где мы родились. Корни, которыми мы держимся за родную землю. И в наших силах не утратить эту часть себя, приложив минимум усилий. Просто не забывая наш родной язык.